Во многих местах демонстративно были вывешены ныне государственные флаги, но войну, воевавшие против нас, без вывешивания даже на официальных органах копии Знамени Победы. Второй вопрос. Безусловно, мы с вами живем под эгидой псевдопандемии. Сначала полтора месяца разыскивали маски, но их так в аптеках сертифицированных и не появилось. Сегодня привезли коммерсанты маски, не сертифицированных. Продают в кассах для билетов, где там деньги с инфекцией. Продают в магазинах. Вы обратите внимание, наблюдательные наши избиратели нам прислали вопрос. У Мурашка спросите, почему ни один продавец сетевых магазинов, не общаясь с тысячами людей, ну нигде очага нет и слава богу, ни один милиционер, ни один росгвардеец не заболел, понимаете, ни один волонтер. Ну они что, вирусы мимо них летят? Поэтому нас возмущает то, что если есть вирус и пандемия, значит объявите карантин и, как во всех цивильных государствах, бесплатно раздавайте маски. А то, что вы помощи оказывать не хотите, а штрафовать за не ношение не сертифицированных масок хотите, это вообще издевательство. Ну и, конечно же, нас возмущает тот факт, что в повестку дня, как и сегодня, вносятся законы, не имеющие никакого отношения к борьбе с коронавирусом. Ну если вы, третий пакет президента объявляет, вообще-то, мер по поддержке якобы населения и предпринимателей, но они почему-то не выполняются, да, обещаю, обещать получается. Но в то же время вы вносите о регистре граждан, да, который никакого отношения не имеет, но вызывает колоссальное, вообще-то, возмущение наших сограждан. И мы, конечно же, будем голосовать против этих законов, как и против голосования на электронных участках. Завтра состоится отчет в рамках правительственного часа министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко по вопросам здравоохранения, в том числе по вопросам предотвращения или борьбы с эпидемией коронавируса на территории Российской Федерации. Можно абсолютно четко констатировать, то длительное хроническое системное недофинансирование отрасли привело ее к абсолютно критическому состоянию. И все те меры, которые приняты за последние три месяца, это меры, которые принимались в абсолютно таких скомканных условиях, это те меры, которые были рассчитаны исключительно на какие-то экстенсивные показатели в виде разворачивания новых коек, в виде наличия бахил, масок и тому подобное. И, по большому счету, эти меры, как показало вчерашнее выступление президента, никакого значения не имеют, потому что с сегодняшнего дня фактически региональные руководители будут решать, как вести дальше себя в части эпидемии. Система здравоохранения Российской Федерации долгое время разрушалась, система здравоохранения Российской Федерации, к большому сожалению, утратила все свои резервные мощности, которыми славилась именно советская система. По большому счету, практически двухдесятилетнее недофинансирование отрасли перевело к тому, что мы не можем сегодня не выпускать достаточное количество средств индивидуальной защиты, мы не можем сегодня выпускать по полному циклу необходимое количество лекарственных препаратов и медицинского оборудования. И эпидемия, в данном случае коронавируса, лишь показала или обострила те самые проблемы, которые копились в системе здравоохранения. Нас очень тревожат мысли, сегодня высказываемые руководством правительства Российской Федерации, о том, что эпидемия пройдет и как бы со здравоохранением, с поддержкой здравоохранения, с дополнительным вливанием здравоохранения можно будет завязывать. Это абсолютно неверно. Российская Федерация в лучшем случае в этом году потратит всего 4% ВВП на всю отрасль здравоохранения в условиях эпидемии, напомню, в условиях дополнительных расходов, в то время как минимально необходимых 7% ВВП мы не можем достигнуть последние 20 лет. Без достижения этой цифры говорить о каком-то развитии здравоохранения, говорить об эпидемической готовности или противоэпидемических эффективных мероприятиях, о новых технологиях, о вопросах национальной безопасности в части выпуска собственными силами средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и необходимых лекарственных средств не приходится. Это абсолютно четко продемонстрировало вся нынешняя ситуация. Мы обязаны увеличить финансирование здравоохранения, мы обязаны сегодня социальные отрасли поставить на первое место при бюджетном планировании и при рассмотрении бюджета на 2021 год. Я думаю, эти вопросы нашей фракции будут подняты. Точно так же, как большие сомнения вызывает сегодня решение о выходе из самоизоляции на пике, практически на пике заболеваемости в Российской Федерации, точно так же, как вызывает сомнения в том, что региональные лидеры сегодня смогут принять адекватные меры, они в течение полутора месяцев состязались друг с другом, кто ведет более жесткие методы и более бестолковые, а теперь им предложено самим выводить свои регионы из самоизоляции без каких-либо федеральных рекомендаций. Те меры, которые президент вчера озвучил в части поддержки семей с детьми, они уже давно назрели и раздача денег все-таки состоится, пруская несколько в таком смазанном варианте. Те меры, которые вчера озвучены в части поддержки бизнеса, они тоже давным-давно необходимы в части освобождения от налогов, в частности списания кредитов, возможности списания кредитов и дай бог, чтобы они помогли сегодня сохранить хотя бы часть этого бизнеса, который есть. Если говорить все-таки о реальной ситуации со здравоохранением, с борьбой с эпидемией, то на сегодня эта ситуация далека от тех радужных отчетов, которые мы регулярно слышим. К большому сожалению, до сих пор из регионов приходит информация о нехватке средств индивидуальной защиты, о том, что одноразовые костюмы медики, сегодня находящиеся в горячих зонах, в красных зонах, вынуждены стирать, о том, что маски и респираторы подвергаются вторичной обработке, о том, что не на всех хватает вообще этих средств индивидуальной защиты, о том, что выплаты, анонсированные несколько раз и президентом, и председателем правительства, на сегодня коснутся очень небольшие части медицинских работников. И несмотря на заявление президента о том, что всем выплатить до 15 мая, эти выплаты коснутся, ну, в лучшем случае, там, 1,4, может быть, от числа тех медицинских работников, которые сегодня работают на передовой, которые сегодня принимают больных в поликлиниках, приемных отделениях, которые работают в травматологических пунктах. Сегодня, кстати, день медсестры, мы поздравляем наших средних медицинских работников с этим праздником, желаем им, безусловно, здоровья, так же, как и всем остальным. Говорим огромное спасибо, но требуем от государства обеспечить всех медицинских работников средств индивидуальной защиты. Мы требуем произвести выплаты всем, кто сегодня работает не только с ковидными больными, не только в инфекционных госпиталях, но и тех, кто имеет потенциальную возможность заразиться. Я повторяю, это огромная группа медицинских работников, каждый день сталкивающихся с пациентами, работники скорой помощи, работники поликлиник, работники травматологических пунктов, работники приемных отделений. Все они сегодня лишены возможности получать соответствующие выплаты. Эти выплаты им положены только в том случае, если будет документально доказано, что они лечили, сопровождали, обследовали больного с коронавирусной инфекцией. В этом случае им зачтут один день, а может быть, один час в части вот этой самой оплаты, и в итоге они получат сущие копейки. Поэтому необходимо пересмотреть механизм оплаты или доплаты медицинским работникам, необходимо обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты. Я повторяю, вопрос выхода из самоизоляции, вопрос отмены ограничительных мер требует огромного государственного участия, требует федеральных нормативов, федеральных требований, выполнение которых позволит выйти на работу тем или иным категориям организаций, промышленным, строительным. Потому что на сегодня то решение, которое принято, предиктовано исключительно экономической целесообразностью. Исключительно. Не эпидемической, не какими-то медицинскими показаниями, а тем, что экономика Российской Федерации просто не выдержит дальнейшего нахождения в такой изоляции. 9 мая президент Соединенных Штатов Америки, господин Трамп, написал в своих социальных сетях, что Англия и Америка победили фашизм. Конечно, это вранье, это ложь. Это большая ложь, которой занимался и Геббельс, и она у него тоже проходила. И мне понятно, почему уже третье поколение в Америке детей учится по учебникам, где Советский Союз, где Красная Армия, где Иосиф Сталин, где победа над фашистской Германией. Основной вклад, конечно, совершили наша страна, Союз Советских Социалистических Республик. Мне понятно, почему они умалчивают, умалчивают буквально о том, что готовилась в 1945 году операция немыслимая, которая предполагала и было раскрыто нападение Америки и Англии на Советский Союз после объявления победы. И только Жуков Георгий Константинович, раскрыв эту подготовку, передислоцировал нашу армию и они побоялись нападать. Понятно, что вопрос вклада Советского Союза в победу над фашистской Германией, это вопрос борьбы за социализм, за коммунизм во всем мире. И поэтому, именно поэтому Трамп сегодня озвучил 75-ю годовщину вот эти слова. Но давайте посмотрим и на нашу страну, давайте посмотрим на двойные стандарты, которые мы имеем с точки зрения поведения власти в нашей стране. Почему помогаем господину Трампу вот эту ложь развивать? У нас Министерство иностранных дел заявление сделало и правильно сделало, но в то же время Захарова сравнивает Сталина и Гитлера. Зачем? Для чего? Это же кощунство самое настоящее, неправда, ложь, но она это сделала, помогая Трампу сегодня это озвучивать. Зачем? Киселев на телеканале «Россия-1» озвучил, что надо поставить памятник национальному пособнику Петру Краснову. Это что? Это в пользу Советского Союза, в пользу нашей памяти о Великой Отечестве, о нашей стране-победительнице? Нет, конечно. Тогда почему мы это позволяем в стране? Актер Петров на том же канале «Россия-1» устроил пляски в нацистской форме. Да, это как раз тоже помогает нам в том, чтобы сказать, Советский Союз победитель в этой страшной был войне. Иванов и Мединский открывают в Санкт-Петербурге памятную доску Маннергейму. Это для чего? Это зачем? Миллионное возмущение, но это делает власть. Это льют воду на мельницу антисоветизма, льют на мельницу и помогают Трампу в том числе, Соединенных Штатов Америки, говорить об этом, что Англия и Америка именно победили фашизм. Солженицын, он у нас сегодня в книгах, в учебниках, и наших детей, не американских детей, не английских детей, учат в том числе и по произведениям Солженицына, который высказывает в своих произведениях, что именно Советский Союз развязал Вторую мировую, и он повинен в том, что война эта свершилась. Тогда надо убирать Солженицын из этих программ. Они же воспитывают наших детей. Ельцин-центр, филиал, который собирается открыть здесь, в Москве, он именно эти постулаты и пропагандирует у нас в России. Поэтому я говорю, зачем нам такие двойные стандарты? И последнее. Зачем драпировать мавзолея Ленина, когда идут, так сказать, парады? Мы в Компартии Российской Федерации, Геннадий Андреевич Зюганов, не раз выступая на пленарном заседании, говорил, не занимайтесь этой ерундой, не позорьте имя Советского Союза и имя нашей победы. Этими фанерками не закрывайте мавзолей Ленина. И вот 9 мая депутаты, коммунисты Москвы решили пройти, просто прогуляться со знаменем победы по улицам Москвы на Потверской. Что вы думаете? Почитав Трампа, дали команду, и полиция свинтила, забрала депутатов Московской городской думы, Государственной думы, растоптали ногами, растоптали знамя победы на асфальте, это не просто кочунцы, это преступление, не дав пройти по улицам с красным знаменем и взложить цветы в Александрском саду к памятнию неизвестных солдаток, там, где есть, так сказать, вот это нас больше всего коробит, двойные стандарты внутри страны и официальное заявление Министерства иностранных дел о том, что Трамп такое озвучил. Если мы будем защищать нашу страну и нашу победу, то эта победа невозможна без имени Иосифа Вячеславовича Сталина, без красной армии советского народа, без того вклада, которое сделала страна в тот период. Если это будет, тогда и уважать нас будут. И Трамп не будет в своем твиттере писать о том, что советская победа была получена только Америкой и Англией. Спасибо. Валерий Федорович, Трамп просто в твиттере не пояснил, что почему американские и британские солдаты расписывались только на русском языке, на рейстаге, потому что их там не было. Ну и конечно же я согласен с тем, что нельзя вводить коммерческий масочный режим, не помогая людям. А у людей все больше убеждения, что масочно-перчаточный режим вводится только в коммерческих целях, для того, чтобы не просто заработать, а обогатиться на вообще-то искусственно организованной акции. Редактор субтитров А.Семкин